приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира и добра а также благодатной вам погоды для выращивания овощей и особенно для сахарной кукурузы которую очень многие уже дачники огородники выращивают именно этой овощной культуре мы посвящаем сегодняшнее видео и снова же по вашим просьбам это делаем сладкая или же сахарная кукуруза так вот ее называют одни сладкие другие сахарные вот это сахарная кукуруза является очень ценным источником солнечной энергии в основном вот эти початки такие золотистые солнечные но последние годы появились интересные сорта с сочетанием белого и желтого цвета очень красивые и очень вкусные так вот в зернах сахарной кукурузы содержится большое количество витаминов группы b а также углеводы зернышки этого деликатеса обладают антистрессовым свойством вы заметили эту такую особенность настроение поднимается к и после того когда наминаешь вот эти сладкие вкусные зернышки на початках настроение супер и любые стрессы легко снимаются о сахарной кукурузе как о лакомстве можно говорить много но мы более подробно остановимся на технологических требованиях выращивания этого овоща а также рассмотрим агрокороскопы но чуть-чуть дальше об этом поговорим буквально через минутку что же нужно еще знать для того чтобы выращивать сахарную кукурузу мы высеваем на рассаду только гибриды сахарной кукурузы вот в последнее время очень нравится нам добрый не настолько сладкие очень вкусные зернышки у этого гибрида и некоторые другие используем и высеваем именно тогда когда почва прогревается свыше плюс 12 градусов а быстрее получаются всходы при температуре почвы плюс 16 почва должна быть теплая не спешите в холодную почву бросать семена но а днем для успешного развития успешного роста сахарной кукурузы нужны вот такие температуры от плюс 22 до плюс 26 градусов ночью в пределах от плюс 16 до плюс 18 градусов как видите кукуруза теплолюбивое растение тем более это сахарная кукуруза в почву семена заделаем на глубину не более 5 сантиметров а когда сеем в стаканчике или в горшочке на рассаду то глубина заделки не должна быть более трех сантиметров не заглубляем если заглубить в посевах то очень долго всходит и слабенькое болезненное так как последние годы почва долгое время холодное то конечно лучше выращивать сахарную кукурузу через рассаду что еще нужно знать о том как выращивать сахарную кукурузу сложностей особых нету мы высаживаем рассадой схема посадки в ряду между растениями 60 сантиметров а между рядами 70 сантиметров это гибриды им нужно пространство но и что еще важно должна быть мягкая то есть такая плодородная почва и она должна быть вспушена и обязательно нужны подкормочки и поливы если в начале сезона в дождей в начальной стадии достаточно то у нас всегда в жару нужны поливы и интенсивные особенно когда уже закладываются початки метелка выбивается и тогда поливы нужны обязательно иначе зернышки не наливаются что касается подкормок то здесь очень важно знать что в начальной стадии нужны фосфор обязательно азот фосфор чтобы формировалась мощная корневая система а затем нам нужны будут комплексные удобрения в которых будет фосфор калий магний магний дает сахар такой в общем такой сахарный медовый вкус у этого лакомства когда есть достаточно вот этих элементов плюс обязательно еще цинк и молибден нужны как видите все вот эти важные составляющие есть еще и вредителей болезни но есть используем гибриды настоящие гибриды иностранные то эти гибриды в основном не болеют они уже созданы специально для устойчивости к различным заболеваниям единственное что у нас вредители это клопы черепашки но это уже поздние сроки в августе когда созревает кукуруза и рекомендуем обязательно выбирать только ранее сорта гибридов сахарной кукурузы чтобы получить пораньше урожай ну а если вы хотите продолжить вот питание этой этим прекрасным овощем то можно сеять в мае и в июне еще чтобы это где-то в сентябре получить урожай то можно в июне посеять так что сейчас мы с вами рассмотрим два агрогороскопа это майские агрогороскопы для того чтобы запланировать посев семян сахарной кукурузы а также потом посадку потому что где-то через три недели с момента всхода ее уже нужно высаживать эту рассаду прекрасную а в мае месяце в конце мая будет очень хорошая погода уже для кукурузы давайте рассмотрим более подробно вот эти агрогороскопы а вот у нас и агрогороскоп мы говорим пишем посадка но это посев семян сахарной кукурузы в мае месяце 2022 года для июня у нас будет уже июньские агрогороскопы время киевское очень хороший первый период и у нас впереди этот период вот-вот можно подготовиться до 5 мая еще есть хорошее время для того чтобы подготовить семена если их еще нету смотрите солнце будет находиться 5 6 7 мая мы по времени сейчас повторим еще сделан акцент так вот солнце будет с 15 по 17 градус тельца замечательное время и сейчас у нас солнце набирает силы и агрогороскопы мы будем строить больше на солнечном календаре потому что здесь энергетика наиболее сильная но еще работают энергии луны поэтому это будет у нас время растущей луны в знаке рак и для сахарной кукурузы вот это сочетание лунных энергий и солнечных очень хорошие будут 5 мая с 4 часов утра и до конца суток 6 мая все 24 часа и 7 мая с 0 часов до 12 часов еще один такой хороший период весы весы вообще покровительствуют кукурузом и кормовой кукурузе и сахарной это у нас будет растущая снова же луна и солнце будет в 22 и 23 градусе тельца замечательный период 12 мая с 10 часов начинается до конца суток 13 мая все 24 часа вот еще один период сразу же после сожженного пути полнолуния мы сможем как раз солнце будет завершать свое движение нахождение в знаке тельца это будет 28 29 и 30 градус тельца и убывающая луна в козероге но всегда после сожженного пути полнолуния очень хороший период мы и вершки и корешки высеваем и высаживаем вот смотрите какой хороший период можно еще использовать 18 мая с 16 часов до конца суток 19 мая все 24 часа и 20 мая с 0 часов и до 14 часов так как рассада кукурузы очень быстро вырастает поэтому я вам сразу же хочу напомнить у нас есть отдельный агрогороскоп для посадки рассады вот смотрите можно высаживать рассаду если вы допустим 5 мая посеете то я думаю что уже к моменту 23 или 24 мая в рыбах можно высаживать рассаду или же еще лучший вариант в тельце можно высаживать 27 мая с 10 часов до конца суток или 28 мая с 0 часов до 14 часов есть напоминаю нас отдельный такой агрогороскоп в плейлисте агрогороскоп и на май месяц 2022 года сделаю сноску внизу на вот этот агрогороскоп наше сегодняшнее видео подходит к завершению мы ответили на ваши вопросы по технологии выращивания кукурузы и познакомили вас агрогороскопом посева и посадки кукурузы в мае 2022 года авторы канала раиса горяченко и александр волик желают вам благодатной погоды хорошей погоды и хороших добротных урожаев овощей и особенно сахарной кукурузы который зарядит вас на весь год этой великолепной солнечной энергии а также даст возможность заготовки сделать она хорошо замораживается и потом варится очень вкусно получается а также многие закрывают консервируют в зернах в початках различные варианты заготовок заготавливаете выращиваете будьте все здоровы и до новых встреч на нашем канале и и и